привет друзья сегодня приготовим самое вкусное блюдо нашей семьи которое мы раньше готовили обычно палос кресеньем самое любимое блюдо моей Алены моего Саши и всех и всех кто ко мне приходил в гости и прочее 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 раньше на выходные мы всегда ходили к маме мама готовила это блюдо еще раньше когда мы жили на хуторе бабушка это делала в печке ой как это было вкусно вам даже не передать это будет мочанка белорусская с толстыми толстыми красивыми блинами так что нам для этого понадобится для этого мы можем взять все что у нас есть дома в холодильнике старая старая даже приветствуется короче я уже сюда всыпала на всякий случай сахар сахар я обычно не сыплю и соль потому что кефир очень даже староватенький то есть все остатки что есть дома выливаю сюда кефир можно кислое молоко и у меня вот есть сыворотка от приготовления домашнего сыра творожного так что все это выливаю будем делать сегодня побольше блинов разбиваю сюда же два яйца потому что яйца маленькие были бы большие значит разбила бы одну так два и идем к плите все это немножко подогреть подогреть это обязательно ни в коем случае не пропускаем их момент все разогреть и греем и одновременно мешаемся тут у нас ничего не разделился на воду сывороткой как это у нас все подогреется сразу же ставим вот такую сковороду у меня такую толстую старую это на этой сковороде мы попечем только толстую длины подогреваем все миска когда стала тепленькая значит все у нас не подогрелась и разогрелась так берем теперь досочку и на досочку поставим мисочку на плиту сразу ставим сковороду она разогревалась потому что печь блины надо только уже на горячей раскаленной сковороде тогда они ни в коем случае не пригорят так сейчас огонь сделаем такой то которому зажарить вот такой где-то и пускай она тут греется квасится мы в это время будем замешивать наше тесто когда домашние яйца насыпаем муку сейчас видите какой консистенции должно быть тесто смешиваем тщательно все венчиком чтобы не было никаких комочков все хорошенько взбиваем рука болит конечно хорошо но если была мужская помощь чтобы поставить кого-нибудь сбить но миксером лучше такое тесто не сбивать она тогда очень долго жидкое жидкое какое-то и очень много идет муки и непонятно что миксером не нравится именно венчиком так смотрите какой консистенции тесто должно у вас получиться видеть вот такая красота сейчас будем добавлять сюда соды на это количество теста где-то чайная ложка соды так комочки нам не попали комочек может не застрять можно принципе разрыхлитель для теста кто хочет добавить вот так все посыпаем с водой аккуратненько сейчас еще раз взбиваем хорошенько смотрите какое шкарное тесто получается видите прям как дрожжевое смотрите какие пузырики пошли шикарные просто обалденные вот блины должны у нас получиться просто супер идеальные можно немножко чтобы оно отдохнуло можно нажарить и сразу а вот если у вас например дома нет кислого молока там нету кефира ничего такого нет я помню как раньше было ой проблема то что в магазине не особо не продавалась надо было своего молока там подождать когда появится сыворотка или закиснуть молоко и я вам могу посоветовать еще один мой факт мама моя всегда так делала выпекаем выпекаем блины а потом оставляем немножко тесто немножко и и ставим его в холодильник до следующего воскресенья блины у нас были только по воскресеньям и потом это оставшееся тесто это будет как закваска на следующие блины и потом уже можно добавлять водичку муку и тоже получатся прекрасные блины вот так сковорода наша разогрелась уже от нее пышет жаром наливаем чуть-чуть маслица чисто чтобы смазать сковороду раньше вообще смазали сковороду смазывали или кусочком сала или салфеткой смоченной масле чтобы экономить масло раньше все надо было экономить это сейчас мы тут так берем наше тесто берем такую деревянную ложку шикарную и наливаем сюда где-то на размере этой сковороды надо три ложки и ложки теста теперь его разравниваем в сковороде и обязательно накрываем крышечкой и все и жарим сейчас ждем когда сверху затянется такой пленочкой будем переворачивать лопатка у меня тут лежит все подготовлено так ну что смотрим что тут с нашим блинчиком вот смотрите по краям уже затянулся для того чтобы не подгорел будем его переворачивать видите какой красивый толстенький получается блин все сейчас дожариваем эту сторону и снимаем все блин наш поджарился смотрите какой видите какой красивый и что мы делали в детстве сейчас я вам покажу интересненько вот этот первый блин всегда кушали пока дождешься этой мочанки всегда кушали с маслом берешь масло побольше масла упала так и по горяченького блину размазываешь пускай она тут сейчас подтаивает немножко я пойду даю следующий блин накрываем крышечкой и ждем мы сами идем пробовать лин с маслом это будет такая вкуснятина кто не ел обязательно попробуйте так маслица смотрите как красиво подтаивает промачивать наш блинчик посмотрите какие блины толстые шикарные толстые блины настоящие блины как у мамы и как у бабушки в деревне когда-то супер смотрите какой блин шикарный на разрезе видите помакиваем еще маслица вот так вот обмакиваем и пробуем ну я это что-то с чем-то как все будет нам завидовать наша алена это ее любимая еда сначала такой блин с маслом а потом уже мочанку мочанку будем готовить когда половину блинов пожарим уже начнем делать мочанку тогда чтобы она сразу к концу готовки блинов была готова друзья блины получились просто бомба супер вкусная третий готов наверное пятый буду вас ели с маслом шестой пришел седьмой подъехал восьмой прибыл красавец девятый приплыл о какая стопка видите что значит толстые все последний блин десять штук получилось огромных толстых вкусных блинов еще забыла вам сказать что в процессе жарки блинов ни в коем случае тесто не надо перемешивать как замешали как оно подошло с содой все больше тесто не мешаем ни в коем случае все десятый последний пришел сейчас будем готовить густейшую нашу мочанку все на место сковороды блины ставим другую сковороду и пойдем нарезать нашу грудинку можно жарить салка можно грудинку у кого что есть у нас сегодня вот такая вот грудиночка мясная в основном так нарезаем не толстая не тонко она моя любит тоненько пойдет и потолще легче нарезается со стороны шкурки потому что мясо мягкое такое а шкурка плотноватая поэтому когда начинаешь со шкурки отрезать очень даже удобнее нарезается красивые ровненькие кусочки перчить не будем только подсолим чтобы была сладенькая мочаночка вкусненькая все идем кладем на сковороду эту всю прелесть тут кусочек маслица оставался от длина поэтому я положила на сковороду чтобы она не пропадала у нас такая красота будет у нас сейчас жарится потом покажу что дальше будем делать саша говорил много-много будет я говорю нет это будет даже маловато ну как нам на двоих так нормально на большую семью мы бы жарили в целую сковороду вот так аппетитно шкорчит наша грибиночка а представьте когда-то бабушка делала в печке в печке стоит города там что-то шкорчит запах дровишек ой друзья кто жил в деревне на печке так же это было прикольно жить на футаре у нас у нас кстати дома тоже была печка а потом мы сделали паровоз отмена когда была печка ой у нас и булки теплить печки и такая вот теснятина жареная печки была такая черная шаурада такая большая так друзья грудиночка наша зарумянилась теперь сюда разбиваем яйца когда они у нас домашние то это вообще супер яиц много не бывает и ждем когда поджарится наши яйца а потом добавим один секретный ингредиент я кто хочет чтобы был такой вот желточек значит долго много не жарим кто зажаристая значит зажариваем вот так немножко разъединили друг от друга чтобы они вот это вот белочек хорошенько зажарился чтобы так вот пошевелим здесь пошевелим представьте как буду в печке снизу было бы хрустящее яйцо а сверху вот такой желточек ой какой бы это был кайф зачем мы печку раскидали когда-то ремонт сделала их так и стояла и раскидали так друзья яйца нормально все саша любит макать желточек а я себе перевернула желточек что-то мне не хочется сегодня макать желточек все сейчас кладем наш секретный ингредиент это сметана вот сюда в свободные места где жирок кладем сюда сметану размешиваем сюда кладем сметана пустая я не помню не было сметаны магазине я купила 24 процента вот сюда на свободные места положим нашу сметану сами понимаете что сметанки тоже много не бывает чем ее больше тем вкуснее и сметанку не просто кладем а сметанка должна здесь хорошенько поджариться это было очень очень вкусно так вот я немножко размешиваю поскольку она очень густая вот так подразмешаем чуть-чуть чуть-чуть и потом зажарим ее так друзья смотрите вот наша сметанка поменялась цвет она не белая стала вот такая вот жультоватенькая это говорит о том что она у нас готова наша мочанка все выключаем газ и пойдем сейчас дегустировать нашу вот такая вкуснятина друзья раньше когда-то когда была жила мама у нас было по воскресеньям стабильно каждое воскресенье еще кое-какое блюдо мы готовили в этот день потом я вам обязательно покажу отдельным роликом еще одну белорусскую вкуснятину ну что попробуем что у нас получилось мы уже пробовали с маслом посадить такие шикарные блины видите толстые мясистые на вкус просто обалденные так берем и прямо макаем вот так вот сковороду каждый в своем уголочке а потом яйцо и сальцо ложим на тарелочку смотрите какая красота если вы такого не ели то для вас это будет просто вкуснятина нереальная обязательно приготовьте не поленитесь тем более чтобы готовить это я уже делала все по порядку для ролика а вы можете уже пока жарятся блины в это же время уже жарится мочанка сало яйца все по-быстрому пока тут раз 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 все готово семья собралась и все кушаем все друзья а вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока а